Мы прибыли на место. Сергей Валерьевич Железов возмущается, говорит, давай вот эти вот деревья убирать. Это я тебе показываю, как бы зимняя сказка, а на самом деле реальная быль. Посмотри, видишь, сколько грибов. Вот здесь был посажен, привит вернее, и 4 года прожил абрикос-академик. Потом прививка погибла. Скелетная прививка, это скелетная. Вот результат вот это вот. Ну, что есть, что есть. Это так, походу. Я говорю, никогда не уберем ничего. Вот эти деревья практически вечные. Ладно мне Бродский присылал фотографии, там, столетние абрикосы, да, результаты его экспедиции, за что я ему благодарен. Вот эти убить невозможно. Самое главное, что? Не подходить с ножом, не защищать раны, не замазывать. Это же... А, слушай, еще пусть на тебя посмотришь, привыкать к той, этой самой внешности. Раз. Вот так, теперь. Вот тут, наверное, уже снег нападал, нет? Ладно. В общем, я что хотел сказать. Если Лариса... Андреевна, о, начал уже забывать. Если ошибся, пусть извинит. Занимает средний возраст между тобой и мной, да? Вот. То ты уже не будешь открывать... Нет, пожалуйста, обязательно найди все публикации 19 века, перечитай. Хотя я понимаю, мысли вот таких девушек, блондинок должны быть о другом. Вот. Но... Но только ради бога. Когда ты увидишь, что там написано, берем, вырезаем рану, вырезаем рану, которая сама бы зажила без следа. Вот. И знаешь, чем замазываем? Чтобы она зажила? Короем дерьмом. Да? Да. Ладно, пойдем теперь по делу. Это я все не могу успокоиться. Ну, разве можно было писать, что это небезызвестный садовод, учит не закапывать семена глубоко. Еще подставил. Представляешь, я, получается, учу уложить семена на поверхность, да? Вот. Ну, разве может так? Это уже непорядочно же. Я говорю, прикопка символическая. А теперь смотри, а в другом месте, что не берите, а сибирские абрикосы. Вон они, сибирские абрикосы. Вот они, сибирские абрикосы. Это роскошь невероятная. Вот это вот академик, вот это вот бай, да? Это так, слово пришлось. И вот фаина вот так выглядит. Ну, что поделать? Это такая роскошь, которая, ну, французы бы, итальянцы бы гордились бы такими вот сортами. Вот она выглядит так. Я сказал Сергею, не прикоснемся. Ничего, что приедут. Ничего, что ты будешь водить гостей, а они будут морду кривить. Что это у вас за деревья такие? Вот. Это полигон. Вот это вот бесценные черенки, которые мы с тобой пришли нарезать немножко. Ладно, пойдем дальше. У нас в единственном числе, допустим, груша. Это как бы не зимняя, я тебе рассказываю, работу. Фактически тут ничего делать не надо. А рассказываю, работа мысленная. Что вот это вот прекрасный подвой. Это настоящая усурийская груша. Смотри на эти. Они колючее, чем иголки, да? Это специально. Декаль. И вот мы вот эту ветку. У нас же как всего одно дерево, гигант Подмосковья. Сам не верил. Оказался гигант. Вот. Это мне Мараховская. Ирина моя, это сообщница, соратница московская. Вот. Прислала веточку. И мы возьмем с того дерева черенки. Так. Запасемся. Там всего их два или три. И привьем вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это будет, да, это скелетные прививки получится. Полускелетные. Потому что мы будем прививать как можно ниже. И все-таки наша задача. Если сейчас мы потеряем последний обмороз, неизвестно какой. Если мы потеряем грушу, гигант Подмосковья, то это будет страшный удар. Мы уже кое-что теряли. Ладно. Теперь о работе в саду. Работают в саду за нас вот. Вот эти вот зверьки. Вон они. Так. Вот. Птицы работают. Вот их. Что-то им тут надо. Смотри. Раз они есть. Птичьи эти самые. И мыши. Но мышам я не позавидую. Дело в том, что я, к сожалению, не могу сказать, мышиный год или нет. У нас существует наука, знаешь, настоящая наука. Есть биологи, доктора, доктора, академики. А пусть бы они мне сказали, это мышиный год или нет. Почему я каждый год травлю мышей ни в чем не виноватых? Кстати, ни в чем не виноватых. Пусть бы жили. Но взрывное размножение раз в несколько лет. И молодых деревьев тысячами, миллионами гибнут. Люди растят, растят. Уже два, уже три, уже четыре года. Бах, и нету сада. Вот это обидно, страшно. Ну вот. Показывали недавно сценку такую. В Москве выпал снег. Вот. И московские феи. Я вас называю феями. Настоящие феи – это вы. Вот. Помнишь фотографии? Помню. Красивые девушки. Вы, то есть. Красивые плоды. Вот. И единственное, что я вас заставлял делать летом, вспоминать, становиться в позу и собирать на коленках плоды. Так? Да. Я вот здесь в этот фильм ставлю пару твоих фотографий. Вот это и вся работа. Летом. Так. Здесь не полито ни одно дерево. Здесь не опрыскано ни одно дерево. Вот. Вы только вот вспоминаю. Вон ближайший абрикос. Видишь, он тут. Вот. Тоже, может, найду фотографию. Может, не найду, где вы собирали эти абрикосы в этом году. Да? Вот. Не делали ничего. Я не хвастаюсь. Это уже взрослый сад. Убить его… Мы находимся на участке. Убить его невозможно. Но. Кстати, вот, знаешь, вот это дерево у меня ностальгические воспоминания. Почему оно такое? Вот. Остался манжурский абрикос. И вот эти приросты. Тут два варианта. Или оставить его в покое. Потому что манжурские абрикосы, они сверх морозостойкие. И это как бы сын манжурца уже. И вот они тоже дают плоды. Уже вкуснее намного, чем то родительское дерево, чем патриарх. И их еще руки часто перепривить, да? Еще что-то новое. Вот. У нас, допустим, последний год мы раздобыли, как он называется? Мы его назвали поздний Филипп его. Почему? Он позже цветет и позже плодоносит. Он может дать урожай, когда другие, когда другие не дадут. Так? Вот. Да ты что? Накормили, вот получай теперь. Ну что, ладно, отходи тогда, я буду рассказывать без тебя. А почему? А вот сейчас скоро кончится зарядка, надо успевать. Я с вами. Ну ладно, ты со мной. И так, соблазн такой. Если у Филиппева мы достали сорт, назвали его форма, клон, не так, клон Филиппева поздний, так? Ну, чтобы отличать. Это не значит название сорта. Мы же не госреестр. Вот. Права такого не имеем. Просто, чтобы отличать. Вот. А у нас сегодня такое дерево. А вдруг что случилось? А он чем хорош? Если все дерево попали под... Это... Господи. Под заморозок. А он нет. На нем абрикосы. А у нас всего одно дерево. Вот. Кто помнит, это у меня... Ну, многие видели каталог, многие выписывали черенки. Косточки. Там были у меня косточки поздние. Вот. А урожая в семнадцатом практически не было. Так. И что получается? Надо иметь несколько поздних деревьев. Все плодоносят. Пусть они попадут под заморозки. Но зато, когда основной сад, а это значит, они почти в одно время цветут, пусть поздние в это время пронесут заморозки. Вот так же, как я уже рассказывал два раза. За прошлый год. А, вот как раз тот самый семнадцатый год. Пронесло. Между двумя заморозками проскочили персики. Абрикосов нет, персики есть. Смешно. А должно быть наоборот. Учитывая, что абрикосам растущие персиков градусов на десять. Даже мои. Ну, ладно. Итак, мы ходим и совершаем преступления против деревьев. Почему? Запоминайте, друзья, кто смотрит. Вот. Снежный наст неприкосновенен. Показывали, Даш, показывали этих феи московских. Вот. По недоразумению их феями назвали. Они вдвоем, журналист, втроем топчут вокруг деревьев. В виде шаманские пляски, можно сказать. И называется снегозадержание. Я вот все время смотрю, да. Вот нельзя топтать. Я сейчас начну топтать. Мы ходим только по необходимости. Нас, снежный, покров неприкосновенен. Ну, потоптали. Вот. Объясни ты мне. Может, я тупой. Может быть, средний статистик. Все как-то ответят. Как снег мы задержали, если растоптали. Единственное, я вижу, что изменится, это то, что исчезнет, ну, вернее так, будет нарушен тепловой режим. То есть, будет нарушена теплоизоляция. Снеговой покров я называю вторая линия обороны от мороза. Первое, вспоминай. дерн. Вот. Ладно, фотографию твою. Влеплю сюда, где ты на этом, на траве разлеглась. Так. Вторая, снеговой покров. Третий, листопад. Вот. Значит, что получается? Ну, мы идем по тропинке, ладно. Итак, снеговой покров нерушимый. Вот. А ты меня спросишь, а мыши? А мыши начинают грызть ближе к весне. Вот это головная боль. Что делать, Сергей Валерьевич? Фотографию вставлю. Может быть, хотя я уже сто раз показывал, эти бутылочки, бутылочка, горлышко расширено, чтобы пролезла мышь, но не пролезли птицы. Там отравленное зерно. Грустная тема. Великий гуманист железов рассказывает про ядохимикаты. Это в данном случае протравленное зерно. Вот так. Пойдем посмотрим что-нибудь интересное. Итак, мы договорились. До весны снег не оттапливаем. Весной все-таки если кто не обезопасил себя зерном отравленным, должен будет обтаптывать снег уже не от хорошей жизни, а от мышей. Ну, естественно, что такие деревья им по барабану. Мыши не берут. А что бы им не висеть яблоком? Мы их так и не собрали. Сильно большой урожай был. Вот здесь под ногами несколько десятков ведер яблок. Вот. Вот висят. Это зимние сорта. Они так и ушли в зимнюю. До самой зимы до самой зимы мы ждали упадут, листья не упадут, потому что бывают и не падают, но в данном случае листья упали вовремя, поэтому и мороза мы не боимся. Вот. Вот это вот нарушает снеговый покров, но учеба того требует. Вот это вот называется сенец манчжурца. И эти деревья, вот это и вот это вот. Вот три. Раз, два, три. Между ними яблоня вклинилась. Вот они долго не хотели расти. Сенцы с подманчжурца пересадил в надежде, что они как раз будут максимально похожи на папу. Все сыновья манчжурца, такие делай, что ты их фасуешь, вот все сыновья манчжурца, культурный папа-патриарха. Увы. Вот. И ах, эта дама Наталья Андреевна, я все прикалываюсь. Ну зачем она это писала, что не попадайтесь как на дешевое и прочее. Вот зря она это сделала. Зря. Потому что у нее таких нету. Раз. Уже раз, да? Вот. Они совместимы физкультурными два. Вот. Еще много-много можно рассказывать чудес. Так, сейчас мы что сделаем? Открышемся, берем секатор и найдем сливу. Вот. И абрикос. Нам нужно всего несколько веточек. Заодно научимся тебя и всех, как это делать правильно.